Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Послание к евреям, 10 глава, 25 стих. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем ущевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение Дня Онного. Приближение Дня Онного, то есть пришествие Христа. И чем больше мы видим, тем сильнее должны ратовать о спасении. Некоторые не ходят, а вы выщеваете. Вот нету людей, пусто. Завтра, если батюшка будет, тем более, в субботу обещал уже доехать, люди приходят. Тут написано собрание, а не то, что священник или проповедник, или епископ, или митрополит. Мы считаем, это и утром, и вечером. Царю небесный, утешителю души истины, и живи с детства, и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися вны, и очистены от всяких скверны, и спаси блажей души наши. Мы просим очистить. Человек только принял крещение, а мы-то, и как будто только сегодня на свет появился, и все равно молитвы считают. Почему? Нам трудно смотреть за собою. Он и на солнце пятна есть, и в ангелах усматривает, как говорит пророк. Недостатки. Итак, внимательно слушайте еще раз. Это сейчас будет нас накладывать Господь обязанность, которая к всему призывает. Кого нету, возьмите себе, кто близко живет, пойдите, узнайте, заболело ли что-то. А я поделюсь опытом, как это делается. Не будем оставлять собрание своего. Не будем. Это наше собрание. А вот люди, которые сейчас бы, да нет, вы слышали, это про вас или нет, у нас бывает потеряю, приезжают, через дорогу перейти. Нету. Начинается служба. Нету. Я сразу бегу туда. Поговорил. Человек пришел. И при том, не единожды было. А я не знал, что сейчас. Ну, бывает так, внезапно, какой-то там, в середине недели праздник. Человек даже не знал. Приди, очисти, ны. Очисти. Дальше. Как есть у некоторых обычаи. Обычаи. Мы говорим об этом слове обычаи. Обычаи – это привычка. Привычка устоявшаяся. И вот сам ты не сможешь, если сделать, спроси, а как ты видишь во мне этот обычаи? Какой? Другой никогда не пропускает. Я просто беру пример. У нас там полотникова была Серафима Гавриловна, 94 года умерла. Ее никто не может увидеть дома, когда идет богослужие. Ни один раз нету. Я побежал, а она в огороде. А почему же мне не сказали, сколько скорби у ней было? И ни разу не видели, чтобы она садилась. Я не про то, что бывает, больной человек не может. Один раз только упала. Упала, не выдержалась. И сразу ей садиться бесполезно, она не села. Мало того не села, она пришла ко мне, где я, и стала объяснять, почему я упала. Потому что я сделал вот то-то, там осудила кого-то. И меня вот ангел поверг. Но я встала и спросила прощения. Это молитва Яна Кронштадтского. Вот заметьте, какие нам примеры оставляют люди наши. Другие они все время здесь. Вот брата не было бы считать сегодня. Знаете, как это затруднительно-то. Это все перед Богом. И чем более усматривайте приближение дня. То есть более ревностное. События в Израиле знаете какие? Настоящая война началась. Вы понимаете, что в другие государства, где воюют, это так. Но там все мировые события заканчиваются. Считайте апокалипсис. Определенно и четко там есть. А на какой-то стороне? Да нас Бог не спрашивает на какой. Мы должны молиться. И мы знаем, что мы получили от этой страны, от Израиля, все, что есть. Библию кто? Они тем более говорят. Слово Божие через них. Пророки, Божья Матерь, Христос. Конечно, мы будем воздыхать. Сколько людей сейчас погибло? Это приближение дня Онова. Вчера еще, в прошлый раз, вы видели людей, нет, не сказали ничего. Бывает, человек болеет. С головой там у него. Он не соображает. Он не желает, чтобы посещали. Пока не надо. Пока не скажет, что может прийти. Мы тут искали, искали нашего помощника хорошего. Генерал-полковник в Москве. И оказалась причина у него. Болезнь, дочь сказала. Такой человек в чине был. В таком почтении. И вдруг болезнь. И что теперь мы усилили молитву о нем. О дяде Боре, который так много нам помог. Ведь мы должны ратовать о спасении ближнего. Чем более эти события нас сегодня подталкивают. Не откладывай на неделю. Избери, кто у тебя здесь рядом. Зайди, поговори. Узнай, какая причина. А у меня голова болит. У нас была одна. Я говорю, как оно у тебя болит? А замешиваешь хлеб? Давай оставь, голубушка. Сходи. Она пошла такая радостная потом. Вот и все. А тут пойдешь туда. Какое тебе дело? Вот за это отвечать будешь, знаете, слава. Дело для того, что брат или сестра не с нами. Да какая разница? Можно же дома помолиться. Можно, Златоуст говорит. Но это не та молитва. Вы поете это. Вы поете только. А это, говорит, ангелы поют. Как Златоуст говорит. Здесь благословение пастыря. Их нету. Возьмите себе это за правило. Правило. Вот сейчас сиди и думай. А кому я могу сказать? Куда идти? Не, конечно, не в другую страну. Рядом. По соседству может быть. Ты посмотри, кого нету. И кто ближе всего к тебе живет? И как к нему подойти? Не знаешь? Ты просто скажи. Я думаю, брат, смотри или сестра. А если Господь сейчас придет? Как мы? Мы же против этого правила. Это уже вошло в обычай. Я в одном храме был. Я говорю, а что так людей мало? Ну, вот так мало. А тут прихожие у них. И там вверху какая-то надпись. И темно. Я говорю, а что там написано? Да кто его знает? Это сын дьякона написал. Не оставляйте собрание. А там написано, оставляйте. У вас написано, отставляйте. И вот выполняется, никого и нету. Неужели они сразу скорее сняли это там? Ну, тебе в уху подставь. И ты увидишь, как заиграет в тебе радость, что мы ратуем. Мы не безразличны, мы живые. И очистены нас от всякой скверны. Когда нам безразлично спасение ближнего, в храме нет. Это скверно. Мы знаем, написано у нас. Кровь Иисуса Христа защищает нас от всякого греха. 1 Иоанн 1,7. Но впереди две ступеньки. Если ходим во свете, как он во свете. Имея общение друг с другом. А вот это и общение. Болен? Расскажи, что ты слышал. Пойди не просто там принести, угостить дочерева. Это умеете. Овощи там все купят. Духовно. Даже нечем тебе принести. А ты скажи, вот какой тебе год рождения? Сколько раз пропустил? Как это пред Богом? Один старец умирал. И говорят, а чем он отличался от других? Он ни разу не пропустил богослужение. Как так? Да у него столько детей. Он ни разу не сказал, что на даче должен встречать. Встретим здесь Христа. Там встретим. И дети на меня по-другому будут смотреть. Он оставил пример. Я никого не называю. Дело в том, что так должно быть у всех. Ни у одного. Бытие. 19.31. Вот послушайте, какие обычаи бывают. Бывает выросла дочь, и надо замуж выдать. А никто не схватается. И что она делает? Она наживает ребенка на стороне. Почему? А мне нужно, чтобы ребенок был. И вот это событие. И мы по порядку пойдем. Я не выдумываю. Библия об этом говорит. 19.31. И сказала старший и младший. Отец наш стар. И нет человека на земле, которого шел бы к нам по обычаю всей земли. По обычаю выйти замуж. И знаете, дальше как события были они? Напоили его. Одна переспала, другая. Обе забеременели. Это обычаи. Эти обычаи нас окружают со всех сторон. Постучать где-то. Вы помните, у нас тут было такое. Пришла одна тут и говорит. У меня соседка, она меня в суд подает. А за что? Да я ушла, забыла закрыть. И там потекло, и у нее там все. Так ты же виноват. Ну и что? Как же так? Ты бы первая пришла, сказала, извинилась. Мастерок наняла бы, помогла. Да она еврейка. Вот это пример. Она тебя уговаривала целый месяц. Ты ей перепортила. Что там, гарнитуры какие? Все, что было. И она виновата, что она еврейка, а ты русская. Понимаешь? Это прихожанка наша. А почему? Надо работать с людьми. И не оставлять открученный кран. Это в частном доме. Тебе проще жить. А там бывает так. Беспокоиться глубокой ночью. Шум идет. Что попало, где попало, не выкидывайте. Бабушка вышла. Это здесь, говорит, уже было. В песочности сидит с ребенком. Вдруг сверху, с пятого этажа летит бутылка и прямо об ребенка и сразу убила. Сколько не искали, никого не нашли. Это обычай. Обычай, который оканчивается смертью. Как ты заходишь, как ты расплачиваешься, когда где-то в трамвай едешь-то? Никак. А может, меня не узнают. А может, экзальсами называют этих людей. Обычай нехороший. Мы обязаны сразу заплатить. Где бы ты ни повернулся. Не быть должен нигде. Что у тебя есть там, за что высчитывают. Это как пример. А теперь о духовном. Когда в последний раз ты считал Слово Божие? Из сектантов несколько человек пришли. Ну и телефон батюшкин взяли. Не нашего. И она тогда и говорит, одна говорит. А у вас сестры считают Слово Божие? Как считают? Ну, Библия. Мы все время там обменивались. Обменивались, а там баптисты или кто-то. Сестры звонят. Ты что сегодня читала? Такое, а такое. Давай я прочитаю. Твое, а ты мое. У нас это нельзя. Он говорит, забудь про это. Тут этого нет. Там обычая. У нас нет этого. Это надо выслушать. Представьте, как она Суде Божьим будет. Что люди не в церкви. И у них такие прекрасные, чудесные просто поступки бывают. Они заботятся о душах своих. Спрашивают, расспрашивают, откуда. Я очень хорошо их знаю. Там мне впервые Бог дал Библию. И если случится какой-то несчастный случай где-то, как они все устремляются на помощь? Мы должны знать друг друга. Наши тоже очень добрые. Вы знаете, из библейского, сибирского общества к нам приезжал Булатов здесь. На аэродский, это горно-алтайский язык. Переводить Библию. И наши два раза только были. Он готовил у него обычные пожертвенности на первое место. А он до Дальнего Востока. Как приятно это слышать было, когда он тут приехал с американцами, тут похвалился. Как Бог это делает? Это все делает Дух Святой. Это обычный такой. Я там был, договорился с сестрой, она мне всегда звонит, чтобы я не проспал в 4-40. Один раз только проспал. А остальное она звонит, я уже встал. Это обычный. Если не знаешь, где-то с кем-то переговоришь, чтобы нам вставать вовремя на общую молитву. У нас интернет сообщества, и каждые 2 часа раздается звонок до звон. И на молитве. Молитва, она недолго, там минут 10-12. Ну там и всем святым, 100 поклонной называется. Так, Левит, 18-30. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь Бог ваш. А как Господь наблюдает за этим? Это привычка. Маленький ребенок там в школу ходит, еще уже научается отравлять себя дымом. Он уже готов к этому. А как попал на это, теперь из дома что-то будет таскать где-то. Надо за этим смотреть. А почему я должна... Бог установил равенство. Никакого равенства нету. Жене глава, муж. Мужу глава Христос, Христу глава Бог. Написано так. Хотя он сам Бог, второе лицо Святой Троицы. Один раз я это услышала, постарайся ставить на место. Ни разу, Господи, избави нас от многоразговорности. Он говорит, да он не такой. Тебе это не надо. Не огорчай его. Он и так... Мужчины живут лет на восемь меньше. Не огорчай его. А где спасение? В молитве. А если у другой какой-то веры? И это не помешает. Мы дорогой миссионерской путешествия были. Мы молимся. И рядом с нами мусульмане молятся. Я никогда не видел, что останавливается там юноша лет восемнадцати. Выносит свой застархан. Ну как, половичок такой. И становится на молитве и по-своему молится. Он взывает Всевышнему. Ну да, он не знает Христа. Но пример то, что пять раз в день совершать намаз. Намазом называется. А намаз это у нас под слово намазать. Это благословение Господне. Благодать. А вот у нас шофер где-то едет. Да будет он. Другая приезжает там с Ташкента и говорит. Я тороплюсь на вокзал. Автобус остановился. А где шофер? Я говорю, да посмотри на... Смотрит, а он стоит на коленях молится. Почему время подошло? Да у меня самолет улетает. Сейчас он по-быстрому. Он несколько минут. Утешили, она успела везде. Вот примеры. Пример одно возьми. Не веру, ничего, а верность какая. Он остался живой в плену. Принял их веру. Вернулся, тут сразу за выпивку. А он взял там с собой который этот потнящок. Пошел тут в сопки. И вы видите, он стоит и молится. Он никакой веры не имел. Сейчас он имеет то, что его научили. За это ему жизнь даровали. Он в плен попал, когда в Афганистане воевали. Это обычный. Обычный, который в стране 1400 лет уже. У нас этого нет. Вот я рассказываю, там Дубаи, такое богатое государство небольшое. И их мечеть, храм, как по ихному называется. На 20 тысяч человек. 20 тысяч, наверное, не на каждом стадионе бывает. Русский зашел, походил мне. А у вас молятся здесь? Молятся. Осталось полчаса. Я говорю, пришел полностью одними мужчинами. У нас ни в одном городе, ни президент, никто не соберет. Чтобы 20 тысяч встали на колени или молились где-то. А в Москве они вышли молиться, больше миллиона, говорят, вышли. Улицы не пройти, ничего нет. Возьмите пример себе этот. Вот у нас в интернетном сообществе дозвон идет через каждые два часа. И спрашивают сначала, кто будет молиться. И сестры молятся, и братья новые, которые принят крещение. А ты где-то далеко, сама себе установи это правило. Понимаете, это поддержка. Это как-то осуетился, вроде ли еще. А когда начинаешь молиться, и видишь, эх, как много времени это ушло. И ушло совсем не туда. Дальше. 20 глава, 23 стих. Здесь же рядом. Левит, книга, вторая. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас. Ибо они все это делали. И я вознегодовал на них. И нас негодовал. Пересчитываются и грехи, какие они делали. Самое опасное, когда люди меняют Христа на кого-то. У нас ничего и не будет. Ну, ушел, ушел. А там не так. Если даже лежащая на лоне твоем жена, дорогая твоя, и скажет, пойдем служить там такому-то Богу. Рука твоя, да не пощадить ее. Ты первый. Сразу заяви на ней твоя рука, и сегодня она кончит жизнь свою. Более всего, держись за Господа. Чтобы никуда. Так сказал мой Христос. Он меня избрал на это. Избрал. Если избрания бы не было, вы бы не пришли. Это выбор пал на нас. И поэтому в сердце ничего ни на кого имеют, кроме благодарения Богу. Что он допускает? Испытание, заболело, где благодарю Тебя, Господи. Другие не могут пошевелиться. Сколько таких больных? Показывают где-то, ну, шейку ломают там где-то. Как он не может идти, как переживать. И все еще старается артист прийти там, молодым передать опыт свой. Поэтому нужно оценить то, что у нас есть. Теперь, так, числа 16-30. Следующие. Это мы считаем Тору. Тора называется, пятикнижей Моисея. 16-30. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзит уста свои, и поглотит их, и домы их, и шатры их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сие презрели Господа. Они решили отделиться. Вот это участь тихтантов. Это определенно. Это числа. Мы считаем об этом. Необычная смерть. Ну какая, все, заболел там, или подскользнулся, упал, разбился, а здесь нет. Земля вдруг растелась живьем. Жены, дети, шатры, скотина. Все пошло в преисподнюю живьем. Это единственный случай. Это отсюда легко понять, что необычная смерть. И привычки такой, к этому нет, так умирать. И это невозможно. Надо ценить то, что нам Бог дал. Вот то, что есть. Удержать как-то. Дальше. Второзаконие. 28, 59. То Господь поразит тебя и потомство твоё необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными. Видите, как говорится. Это нельзя сказать, что я привык к такой болезни, я взял необычное вот такое что-то. Это единственный раз в мировой истории такое было. Вот представьте, человеку хочется, чтобы заплатили ему. Ильи, Геезе, прислужник. И вдруг приезжает Нейман. Выздоровел, вернулся и стал подарки делать. Он говорит, не надо. Всё есть у нас. Когда он пошёл, он выскочил за ними догнал. Говорит, там гости пришли. Вот они, это им надо. Когда он зашёл, говорит, Геезе, а ты где был? Да и нигде тут рядом был. Геезе, да я же с тобой рядом был. Что ты сделал? Проказу доляжут тебе на лицо. И на потомков твоих. Где-то они болеют по сегодняшний день. И как они поминают о прапрадеда своёго. Позарился. И поэтому серебролюбие – это не христианское свойство. Это самое уже нажитое из мира сего. Ты думай, ну, по силе возможностей, как где помочь? Как бросить это с теми любви Божией, Евангелия? Вот я показываю вам, у нас сколько Евангелий. У нас настолько богатый материал. Вот это маленькие Евангелия, Гедеонов, братья, Новый Завет и Псалтырь, карманные. У кого нету, возьмите. Я не знаю, сколько у нас тут ящиков. Мы очень и очень богатые. Приехали тут из Горного Алтая. Я их нагрузил Библиями и другими. У них рессоры погнулись. Посмотрели. Они говорят, смотри, рессоры-то как развело. Сколько только можно было увезти. Почему? Бог нам это дал. Вывезите туда. Только Господь может так дать. Я туда ни копейки не вкладывал, ничего. Какая продукция есть. Дальше. Четвертое царство. 17-33. 17-33. Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. Видите, а бы еще сколько. Вот поговорите с неверующими, как они красятся. Ну, мы говорим, что такое мерзость. Ну, мерзость отвратительная. Мы плывем в море мерзости. Женщины в мужской одежде. Мерзость перед богом. Безголовного убора. Ни одна не молится. Мы даже не соображаем, что мы живем в другую эпоху. Я, например, знал, какого месяца, в каком году, буквально всех переодели. Откуда это пришло? Это оттуда. Где православие никакой силы не имеет. И женщины сразу ухватили это. Вы здесь, когда бываете, уходите, не переодевайтесь. Потому что это ваша проповедь. У отца Кирилла Сахарова, игумена, на Берсеневке в Москве, они не переодеваются. Вот в каком виде приходят. Одеты точно так все у них. Такие дети. Кто-то спросит, а что это за деяние? Откуда вы? И вы сразу начинаете говорить. Да Господь же сказал так. Это прилично так. На старых картинах Репина, Сурикова, везде женщина показана в таком виде. Без пояса нигде не было. А не так, что еду в Барнавус, кинул поясы. Дальше. 17.34. А, ну, это прочитали. Исайя 29.14. Нет. Ну, давай еще. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям. Не боятся Господа. И не поступают по уставам и по обрядам. И по закону, и по западам, которые заповедовал Господь сыном Якова, которому дал он имя Израиля. Спрашиваешь верующий, скажи, когда ты Библию читал? Ответить не может. Ну, а когда ты молился, ты за стол садишься, ты молишься или нет? Это обычай. Ребенок это видит. Вложи в него это, пока еще не поздно. Пока, говорит, поперек лавочки лежит. Если этого не будет, вы горько будете жалеть, как упущенное время. Я вспоминаю крупнейшего писателя, он говорит, что у меня есть, 81 год ему, половину этого я получил до 4 лет. Вот где вся учеба идет. А если уже упущено, молись, Господь сильный, тут поправит, но только труднее намного будет. Обычьи молитвы. Обычьи, когда приходят взрослые, не путаться под ногами. Нигде ничего не делать то, что противозаконно. Он идет в школу. Школа что там делает? Многие, вот в Москве, я знаю людей, которые детей не отдают, учат дома, потом экзамены они сдают. И все зачем? Это школа разврата. Вы знаете, что там делается сегодня? Когда стали говорить, я думаю, может ты слышал. Не слышал, это реально. И дети теряются. Почему? Потому что мы не с Богом. А когда с Богом, как люди говорят, особая энергетика, как я говорю, говорят, но я только это слово не говорю, а это особое чувство людей. Вот у меня в лагере сколько детей было, играет, бывает ущипнут там, и были какая-то новая жизнь, называется, сектанты. Она как в сводное время, она садится в Библии, читает. Ее ни один мальчик пальцем не трогал. Подойдут, заглянут, и как не бывало. То есть они чувствуют, эта зона не их. Ну, за всеми не усмотришь. Они играют, и бывают там казаки-разбойники. Она сидит и считает. Дальше. Матфея. Исай 29.14. То вот я еще необычайно поступлю с этим народом. Чудно и дивно. Так что мудрость мудрецов его погибнет. И разум у разумных его не станет. Представьте, ни академики, ни профессора, никто к месту знания свои не применит. Они не знают, что дальше делать. Потому что, вот начинают вспоминать, такой-то тут политик был, он умер, он предсказал, где будет война, то другое. А уже идет совсем другим боком. Сейчас особенно, вот часто говорят, что там из-за этого, я знаю, что написано в Откровении, и тема закрыта. Зачем нам об этом говорить? От нас требуется молиться за царей и начальствующих, чтобы жизнь проводить тихую и безмятежную. Мы туда не углубляемся, но знаем, события будут развиваться так, как написано. Далее. Матфея 27.15. На праздник же Пасхи правителя имело обычае отпускать народу одного узника, которого хотели. Это никто не знает, откуда этот обычай взялся, но он был такой. Что-то народ расположить, но кого, конечно, тот, кто приговорил к смерти. Ну и одного освобождали, кого требовал народ. И они что взяли? Разбойника, а Христа распяли. Варавва, разбойник. Но разбойник это не в нашем смысле. Народ, зачем разбойник? Это народный патриот, который убил римского солдата. И он называется для еремлян, он разбойник, а для этих людей это патриот. Он за свободу Родины боролся. Далее. Деяние 16.21. И проповедуют обычаи, которым нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Это об обычаях христианских. Вот даже есть, смотрите, есть народы, которые, да это у русских много, с усами. Убирают бороду. У других борода есть, усы бреют, а то мусульман. А ты не трогай ничего. Бог дал тебе эту красоту. Это власть, физиологическое отличие от женщины. Зачем тебе это? Не надо. Просто скажи, как ты меня создал? Каблуки тебе роста не сделают большого. Ни уроду ноги. Ни красятся. Зачем тебе? И так Бог дал все, что у тебя есть. Благодари Бога. Первое, Коринфянам 3.3. Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? Видите, разногласия. И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ну, даже не так понимаю, где-то. Ну, сказал все ли там. Нападаю, где-то. У меня миссионерские отделы откуда-то вообще. Вот, чтобы встреча моя была. Зачем? Все уже сказано. Ну, то есть, подкусывает все время. Так я понимаю, о Богородице, о Троице, то другое. Уже все сказано. Миссионерские отделы создать нельзя. Потому что Иисус избрал 12 и послал по 2. Написано у Марка. По 2. Дальше избирать 70. Послал по 2. Моисей и Арон 2. Кирилл и Мефодий 2. А то вот мы ездили у нас 2. Проповедника и шофер. Почему Бог так сделал? И куда посылали, когда там надо было узнать, почему люди обратились. Приняли Духа Святого Иоанна, Петра послали. Двое. Этих, не знаю, я на днях отвечал этот ответ. Вся Библия наполнена. Как этого не видеть? А их поставили. Они сейчас... Кого-то надо где-то засыпать. Что они миссионерствуют. Миссионерствуйте, поезжайте в другое место. Ничего нету этого. Это обман. И я вообще никак не разговариваю. Потому что ищут не того. Так, 1 Коринфиам 11.16. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, не церкви Божии. Не спорить. У меня есть одно изречение, однажды сказал, в оборот теперь везде подражает. Спорить тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Зачем спорить? Я просчитал это. Вот он в больницу тут был, ложился и пришел. Прямо в первый же день. Встретил меня там один профессор. Я вас слышал. И вот, начинает вопрос задавать, я отвечаю. Ну, вы своими словами можете? Зачем? Самобытную глупость, лучше божественную мудрость. Вон как-то-то. То есть, я что буду ответить? Я говорю, я вас сразу узнал. Почему? Потому что вы еще в раю подошли. Когда вы выбросите его за ограду церковной литературы, и дальше его добивать? Никак нет. Только что говорит Святая Библия. Если мы не знаем этого, спроси у того, кто знает. И последнее. Ифисянам 2.2. В которых вы некогда жили по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в ценах противления. Дух противления. И все это не от Бога. Поэтому сказали где-то, не торопись дать ответ. Прямо мгновенно самооправдание. Это плохо. Твоё я не умерло. Сделали замечание. А ты спроси, это в Библии написано? Да, так написано. Вот мы считаем. Еще раз прочитай 2.2. В которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в ценах противления. Против цены противления только делают. Милостью Божию мы прочитали об обычаях разных. У нас обычай должен быть такой. Вы обогрестите к тем, которые не пришли. И помните о тех, которые живут беднее нас и нуждаются в нашей помощи. Богу нашему славу во веки веков. Аминь. 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 Моя. Продолжение следует...